Всем привет! Это Настасья, и я очень давно хотела с вами поделиться своим самым любимым приложением, которым пользуюсь уже месяцев так 9. Я фанат планирования организации, честно говоря, я не всегда была такой, но об этом как-то в другой раз. Я обожала ежедневники, но никак не могла найти свой, и мне не нравилось переписывать задания на день из дня в другой, если я не успевала их выполнять. Я очень любила систему Bullet Journal, но у меня постоянно появляются идеи о каких-то новых разделах, которые мне хочется иметь в определенном месте, а в физическом ежедневнике это довольно сложно сделать. Нужно все планировать заранее, и мне хотелось какой-то больше гибкости что ли. У меня также были попытки подружиться с Evernote, но ничего хорошего из этого не вышло. Также у меня миллион записей на Google Drive и в заметках на телефоне, но мне хотелось, чтобы все это было как-то в одном месте, и я нашла Notion, который я наконец могу использовать как мой второй мозг. Мы все получаем слишком много информации, я постоянно боюсь что-то забыть, именно поэтому я так сильно люблю списки и чек-листы. Я использую Notion, чтобы собирать информацию. У меня есть специальная страница для идей, такой себе идейный инбокс, она вынесена отдельно слева для более быстрого доступа. Также в плане на неделю есть блок с заметками, куда я записываю все, что может быть важным. Затем раз в неделю я распределяю эту информацию по моим блокам и после выполняю действие, если оно требуется. Я хочу сделать отдельное видео о том, как я планирую свой день, неделю и месяц с помощью Notion. А сегодня же расскажу, как именно я организовала свой ежедневник. Где-то в ноябре 2019 года я решила протестировать это приложение для своего YouTube-канала, и теперь у меня тут практически вся жизнь. Сначала у меня даже была платная подписка, но теперь все эти функции Notion совершенно бесплатные, и я даже не знаю, что может быть еще лучше. Наверное, единственное, что может остановить, это то, что приложение на английском языке. Но тут мой искренний совет — учите английский. Это сильно улучшает жизнь к лучшему. И я, кстати, уже снимала видео о том, как я наконец выучила английский и сдала тест Teufel на уровень C1. И в целом не такой он тут и сложный. Если выучить эти базовые названия, то вполне можно пользоваться этим приложением. Возможности у этого приложения просто безграничны, и все зависит от ваших потребностей и креативности. Мне нравится его минималистичный дизайн и возможность кастомизировать под себя. Обожаю эти иконки, и недавно мне стало как-то слишком ярко от всех этих эмоджи, и я подгрузила вот такие черно-белые. Кстати, сейчас я думаю их отрисовать всех в одном стиле. Думаю, вы уже поняли, что я еще тот любитель позаморочиться. Применять иконки довольно легко. Идем в саму иконку, и здесь есть вкладка «Загрузить изображение». Обложки же я ставлю крайне изредка, и это, скорее всего, даже единственное. Но ее также можно поменять на какую-то свою. Здесь тоже есть вкладка «Загрузить изображение». Наверное, лучшим способом вам рассказать, за что я люблю это приложение, это показать свой ежедневник более подробно и рассказать, как именно я его создала. Собственно, вот тут собрана моя жизнь. Окей, может быть, не вся, но основные важные разделы, к которым мне нужен быстрый доступ. Это все обычная страница, в которой я писала названия разделов и затем превращала их в отдельные страницы. Чуть позже мы вместе создадим мой второй ежедневник, чтобы вам было понять. Также все эти страницы продублированы вот тут слева, может быть, кому-то будет так удобнее. Я, конечно же, много экспериментировала, смотрела всякие шаблоны, которых, кстати, очень много, пока не пришла вот к такому виду. Когда ты уже находишь нужный формат записи, то, по сути, не нужно ничего и делать, ну, кроме как добавлять саму информацию. То есть ты тратишь время один раз на оформление и продумывание логики, а затем просто добавляешь или удаляешь неактуальные страницы. Я лично предпочитаю держать их вот тут слева в архиве, и вы можете заметить, у меня здесь есть ежедневник за 2019 год, но вернемся к более актуальному. Мой ежедневник постоянно меняется, это то, что мне нравится, это то, что я искала. К примеру, я сейчас хочу создать новые страницы с ревью на книги и фильмы, да и вообще завести такую привычку, как делать саммари. Итак, что в моем ежедневнике? Первый блок — это то, что я просматриваю каждый день, и тут у меня первым стоит мой трекер привычек. Ну что, зайдем сюда. Это на самом деле просто таблица, в которой есть какое-то огромное количество столбцов, и эти столбцы у меня представлены в чекбоксах, но это может быть совершенно разные форматы. Как видите, вот тут может быть текст, цифры, дата, почта, ссылка, все что угодно. Тут у меня даты, тут у меня название недели, и спускаемся ниже, и также можно добавить необходимое количество строк. Давайте вместе создадим новую. Итак, это у нас будет вторник. Дата должна быть тогда 11 августа. И эти чекбоксы автоматически подгружаются. Вот тут внизу я себе выставила в процентном соотношении, чтобы мне считало, какая я молодец или же не очень. Второй блок, он связан уже с планированием, и давайте с вами откроем тут грустную страницу с путешествиями. Это пример страницы со страницами. То есть это была все та же новая страница, и дальше я писала текст, и опять превращала этот текст в саму страницу. Как вы видите, одной странице могут быть совершенно разные форматы. Вот тут у меня сами эти странички, а здесь текст, который разобран на блоке. Давайте вместе попонизируем, куда бы я могла поехать. Итак, наверное, Германия, да? Так как я уже здесь, куда-то, например, на север, пусть это будет Северное море. К примеру. То есть, как видите, сейчас это текст, но если нажать на вот эти точечки, то можно его превратить в страничку. И дальше, если нам нужно добавить какую-то информацию внутри, например, о своей поездке, мы можем это сделать. То есть, как видите, вот тут есть разные форматы, либо же можно воспользоваться темплейтом. Я же хочу вам показать... Ну, давайте пойдем вот в эту страничку моей самой недавней отмененной поездки. Вначале идет какая-то красивая картинка. Дальше я составляла список мест, которые я хотела посетить, и еще я прикрепила здесь карту. Сейчас я вам покажу, как можно работать с картинками. Картинку я просто перетащила сюда, и можно менять ее размер. Вот так вот просто. И она может стать даже вот таким разделителем, и можно ее подтянуть еще вот таким образом. К примеру. То же самое можно делать и с картой. Менять ее размер. Если вам это так удобнее. Так же картинку или карту можно вставить с помощью вот этого плюсика. И вот тут мы видим разные опции. Картинка, видео, аудио, файл, и так же какие-то дополнительные ресурсы. Вот, например, как Google карта. Функций просто миллион. Дальше этот блок я назвала своим ядром. То, что практически для меня не меняется, но мне важно фиксировать. Следующий блок у меня посвящен целям. Давайте с вами пойдем тут в книжки, потому что они у меня в интересном формате. Это формат галереи. Почему-то мне так как-то удобнее. И, например, первое это то, что я планирую прочитать в этом году. И так же тут я держу какие-то записи, как художественная литература, какие-то интересные книги, которые мне рекомендуют. И здесь архив книг, которые я прочитала за прошлые года. Следующий блок у меня связан с работой. Давайте посмотрим, что здесь у меня с YouTube. Это, наверное, самый интересный формат. Вообще, Notion это база данных. И она очень интересная. Сейчас она представлена как некий канбан. И тут я перетягиваю темы видео, и когда они меняют статус. То есть, например, вот это видео, дальше оно пойдет вот сюда. И так далее. Тут, кстати, можете подсмотреть, какие видео выйдут в скором времени. Но это все я могу просматривать и в других форматах. Например, в календаре, когда эти видео будут опубликованы, это может быть просто вот такой список. И вот эти все строки я сама регулирую, то есть, что мне важно, чтобы отображалось здесь. По сути, база данных это таблица. Но когда вы добавляете виды просмотра, она усложняется, и у нее сохраняются привязки. Мой относительно новый раздел это обучение. Блок с заметками. И блок покупки. Давайте тут зайдем в страницу дом. Это совершенно обычная страница. Здесь у меня мои любимые чекбоксы. Здесь они еще не заполнены. Можно было, наверное, заморочиться и также подобавлять сюда картинки, но мне все-таки нравятся более какие-то минималистичные виды страничек, поэтому мне так удобнее. Вот таким образом можно добавить что-то новое. Что может быть еще мне понадобится? Какая-нибудь лампа, например. То есть, если мы добавляем новую, она автоматически таким же чекбоксом. Если нам это не нужно, нужно поменять, например, на заголовок. А теперь давайте я вам покажу, как я создавала свой ежедневник на примере нового. Нам нужно создать новую страницу. Заходим в нее. Название. Пусть будет новое. Дальше я просто нажимаю сюда. И у нас обычная страница. И нам нужно продумать некую логику, что мы хотим видеть в нашем ежедневнике. В принципе, это может быть все, что угодно. Ну, давайте напишем приветствие. Чтобы было уютнее. Можем его оформить вот так. И дальше я бы уже перешла сразу к блокам. Но можно также добавить какую-то картинку. Я себе представляю, наверное, три блока. Работа, учеба и дом. И мне хочется их разместить таким образом. В работе, скорее всего, будут какие-то проекты. И, может быть, цели. В учебе, может быть, лекции. И что-то связанное, например, с университетом. Это то, что мне сейчас актуально. И по дому, может быть, то, что нужно купить. И я бы еще добавила книги. Я люблю книги. Итак, теперь можем переходить к оформлению. Хочется выделить эти заглавные строки. Можно их сделать сразу какими-то более большими. И я бы еще цветом их выделила. Мне нравится. И дальше превращаем все вот эти строки в странички. Вуаля. И можно еще задать какие-то иконки. Проекты. Можно так. Цели. Давайте посмотрим, что нам тут предлагают. Реакции. И, собственно, ежедневник готов. Дальше можно дополнять, перемещать, двигать. Все, что угодно. И наполнять, собственно, сами странички. Изначально мой ежедневник где-то так же и выглядел. Я просто со временем дополняла все больше и больше страничек. В Notion есть множество темплейтов, с которыми можно играться. Кроме как от самого приложения, также и люди создают свои и выкладывают в бесплатном доступе. И все можно редактировать и подстраивать под себя. Тут главное экспериментировать, пока не найдешь, что работает для себя. Мне, как вы могли заметить, нравятся более минималистичные страницы. Но в этом и прелесть самого приложения, что вы можете создать все, что угодно и как вам нравится. Также с этим всем можно работать в командах. Кроме этого, я довольна поддержкой этого приложения. Оно постоянно развивается. И помню, как я им писала, что мне не хватает функции доступа к страницам оффлайн. И они ответили, что работают в этом направлении. В общем, я не понимаю, почему вы еще не пользуетесь этим приложением. Надеюсь, что это видео вам было полезно. И не забудьте поддержать его своим лайком. А также можете подписаться на канал. И до встречи в новых видео. И пока-пока.